Продолжу. Я хочу и на вас поблагодарить за замечательную мысль о том, что точно так же, как конфликт между людьми начинается когда-то, а потом разыгрывается, и, как мы знаем из истории двух сестер, Рахели и Леи, и некой зависти между ними, которая привела к зависти между братьями, потом к конфликту между их детьми и братьями, и в конце концов к продаже Юсефа в рабство, и потом к изгнанию еврейского народа, и в конце концов к войнам между евреями и северным и южным царствам, и, в общем, все это привело в конце концов к разрушению храма. Мы говорим, что очевидно точно так же, как вы сказали, и в отношениях между ними была и любовь, и понимание, и потому и согласие, оно тоже зарождалось тогда, да, то есть из семена будущего, как сказать, reconciliation, то есть будущего прощения и приятия друг друга братьями, они тоже закладывались в отношениях между сестрами. Я правильно вас понял, да? То есть семена будущего примирения, они тоже закладываются не только Юсифом и его братьями, но и Рахели и Леи, и там мы можем найти то, что мы потом найдем в их детях. Вы знаете, потрясающую совершенно мысль вы сейчас упомянули. Я хочу сказать сразу же, что сегодня у нас все еще 15 ава. О 15 ава говорится, что это день, подобно которому в еврейском календаре у нас больше нет, кроме как, говорится, не было в еврейском календаре, в еврейском году более радостных дней, чем Йом-Кипур и 15 ава. 15 ава и Йом-Кипур. То есть Йом-Кипур и 15 ава сравниваются по своей радости. На первый взгляд, кто-то подумает со стороны, скажет, что Йом-Кипур – это день такой, так сказать, слез, это день раскаяния, это день минорный. Оказывается, Йом-Кипур и 15 ава – это два самых радостных дня. И Талмуд говорит, ну, понятное дело, Йом-Кипур – это радостный день, потому что в этот день есть слиха векопора, в этот день есть прощение, искупление. То есть, по сути, в этот день Всевышний прощает свой народ, и в этот день евреи прощают друг друга. А что же такого у нас в 15 ава? И там приводятся разные события, которые произошли в 15 ава, но прежде всего это объединение разных колен Израиля в один единый народ. И мне кажется, что это день единства, то есть точно так же, как 9 ава. Это день, к сожалению, разрушения храма из-за беспричинной ненависти, то точно так же следующий за ним сегодняшний день 15 ава – это день любви, единения и прощения, конечно. И, конечно же, прощения тоже. Поэтому, если мы сравниваем 15 ава с Йом-Кипуром и говорим, ну, в Йом-Кипур понятно, что это день прощения. Всевышний простил нас прежде всего. То, наверное, день 15 ава – это день, когда мы прощаем и принимаем друг друга, принимаем друг друга всеми и ощущаем, что мы все братья и сестры. Наверное, так нужно понять. В этом смысле, мне кажется, любопытнейший момент, друзья, это когда, вы помните, я рассказывал вам вчера, когда открывается Йосеф своим братьям. И вот приходит развязка. Он видит перед собой Иуду, который думает, что это министр, и потому говорит ему, обращаясь к его совести, что вот отец не выдержит разлуки со своим сыном Бениамином, и он умрет, и тогда вдруг открывается ему министр и говорит, я Йосеф, а мой отец еще жив. Имеется в виду, что если ты так беспокоишься о жизни отца, то почему же ты сам продал меня в рабство? И почему ведь в противоречии твоим словам мой отец ведь еще жив? И это тебе упрек. Ты не беспокоился о жизни отца, продавая меня в рабство. Не только ты не беспокоился о моей жизни, даже жизни отца. Хотя сейчас Иуда доказывает, что он другого брата, то есть другого сына от Рахели как раз, он его принимает как своего собственного брата. И он готов отдать за него жизнь, он готов пойти стать рабом без него. Поэтому, осознав раскаяние, глубину раскаяния Иуды, Йосеф раскрывается, он находит, что это время пришло раскрыться. И когда он раскрывается, в первый момент затрепетали братья, потому что они услышали в этих словах упрек. Ты упрекаешь меня? Ты не меня упрекаешь, ты на самом деле сам себя упрекаешь. И будут тебе об этом и говорят, что каждый, кто гневливо упрекает кого-то в другом, он в первую очередь указывает на недостаток свой собственный. Мы знаем, что Ильбович Скоребе говорил по этому поводу, замечательные слова, говорит, если человек кого-то гневливо осуждает, он скорее всего нашел что-то, что исправит в самом себе. Если же он видит какой-то недостаток и хочет его исправить, то, наверное, он нашел что-то, что он может исправить в мире. То есть он нашел свое предназначение в мире. То есть речь идет о поиске и находке предназначения мира. Поэтому очень часто люди видят проблему и думают, ну и что, что есть проблема? Проблема, которую ты видишь, она указывает тебе на то, что ты можешь сделать. И в этот момент, когда Иосиф еще раз утверждает, что он брат, и он говорит, я Иосиф, я ваш брат, я вас буду кормить, приезжайте сюда, то то, что Иосиф делает, мы знаем, он плачет на шеях Беньямина. Он плачет на шее Беньямина. А Беньямин плачет на шее Иосифа. Представляете себе? Знаете, наверное, это место. Одно из самых потрясающих мест в Туре, которое вообще только есть, в этот момент, когда два брата, два сына не только Якова, но и Рахель, которые были разлучены, которые не видели друг друга. И вот Иосиф и Беньямин обнимают друг друга. И они плачут, мы бы сказали, на шее друг друга. Или на шее друг друга. Но здесь сказано на еврите, что Иосиф плакал на шее Ях Беньямина, а Беньямин плакал на шее Иосифа. И у нас в связи с этим возникает вопрос, а почему сказано на шее Ях? И вдруг мудрецы открывают перед нами совершенно потрясающую вещь. И они говорят, потому что у колена Беньямина будет место, именно у Беньямина, на территории колена Беньямина, будет построен Иерусалимский храм, который объединит всех евреев. Мы говорим сегодня 15-го ава, объединение еврейского народа. И вот Беньямин стал тем человеком, и потому его территория, территория колена Беньямина, стала местом, в котором был построен храм. Почему? Да потому что он не участвовал в этом конфликте. Кстати, интересно, что бывают конфликты, в которых надо не участвовать. Беньямину повезло, он был еще ребенком, он не участвовал, и поэтому его все любили, Игуда готов был отдать за него жизнь, Иосиф его обнимал и плакал у него на шеях. И поэтому говорится, что шея – это символ Иерусалимского храма. Если мы, кстати, задумаемся, это потому что пророки, когда писали о будущем храме, они говорили, или о храме вообще, они называли его словом шея. И мы можем сказать, что это, наверное, потому, что шея является тем, так сказать, органом, который соединяет голову с телом. И храм является тем местом, которое соединяет духовный мир с миром физическим. И поэтому это и есть в неком смысле шея мира. Храм – это шея мира. У нас с вами, конечно, очевидный же возникает вопрос, почему сказано «на шеях Бениамина», говорит Раша, комментирую, проверяя слова Талмуда, да это потому, что на территории Бениамина будет построено два храма. Первый храм, который разрушит Вавилоняне, и второй храм, который разрушит римляне. Поэтому сказано в единственном числе, а по множествам. А на территории колена Юсефа будет построен Шило, там будет у нас и фраем, и Минаше, на их территории будет построено Мишкан Шило, это там, где стоял, так сказать, жертвенник до того, как был царем Давидом найдено место, на котором будет стоять Иерусалимский храм. И потому, это было там сначала, и это тоже было разрушено, а потом были разрушены первый, а потом второй храм, и поэтому получается, что они плачут. Юсеф плачет о храмах, на еврите, кстати, слово «аль» не только «на шее», но точно так же сказано будет «плакал о шеях Бениамина», а Бениамин плакал о шее Юсефа, то есть о Мишкан Шило, о скине завета, которая была на территории Юсефа. А Юсеф плакал о разрушенных храмах на территории колена Бениамина. И у нас здесь возникает очень такой интересный вопрос. братья встретились. Они не видели друг друга столько лет. И вот этот момент, казалось бы, наивысшей радости. И почему же в момент наивысшей радости они должны были вдруг плакать? Почему они вдруг плакали? Интересный вопрос. Кто-то знает, почему они плакали? Кто-то хочет сказать, почему они плакали? В этот момент радости надо было, казалось бы, смеяться, почему нужно было радовать, почему нужно было радовать, ну, то есть в этот момент, почему нужно было плакать. Интересный момент. Мы можем сказать, может быть, это потому, что были слезы радости, момент потрясения, если мы кого-то не видели много лет, и мы вдруг этого человека встречаем и видим, и мы не ожидаем этой встречи, то мы можем встретить слезами. Это так. Мудрецы говорят, они плакали о разрушенном храме, о разрушенных храмах. Мудрецы говорят, что именно благодаря тому, что в момент встречи они, наконец, испытали радость, именно потому к ним вернулся пророческий дух, ибо это были великие люди. Великие люди, эти на своем духовном уровне, своих душ, которые были душами вечности, видели в этом вечном мире духовные явления через призму своего духа, они плакали о том, что открылось им. И вы скажете, неужели они могли заглянуть на тысячелетия вперед и оплакивать? Мудрецы здесь говорят очень важную вещь. Сфасемес, Гераребе объясняет, потому что в тот момент, когда Йосеф сказано, что он открылся, там говорится и не мог больше Йосеф себя сдержать. Йосеф больше не мог сдержать себя, потому что испытывали страдания братья, они были, так сказать, перед лицом, как сказать, неизвестности, не знали, что с ними произойдет, будут ли они рабами, что произойдет с Бениамином. Они трепетали и вот Йогуда проявил себя человеком и Йосеф больше просто не мог себя сдержать. Он раскрылся. Мудрецы говорят, если бы он сдержал себя еще чуть-чуть больше, и если бы они еще страдали какое-то время, то тогда действительно произошло полное исправление. И поскольку полного исправления не произошло, и поскольку они ощутили к ним, вернулся в пророческий дар, как мы знаем, что царь Давид, когда хотел испытывать пророческий дар, он играл на музыкальных инструментах и радовался, и когда он радовался, к нему спускалось вдохновение, и он сочинял псалмы, и ему открывалось будущее, то есть в момент радости перед человеком раскрывается вечность, и перед ними раскрылась вечность. Мне при этом кажется, что дело не в том, что они увидели всю еврейскую историю, как на ладони, и теперь им стало понятно, что будет. Мне кажется, что речь о том пошла, собственно говоря, об этом и пишет Герри Рэбе, что они увидели семена будущего разрушения всех храмов, которые происходят во всех поколениях, потому что в том поколении, в котором храм не отстроен, как будто он разрушен, они увидели семена всех разрушений, которые были еще в их время и в их поколении, что же это было, были за семена, потому что еще немножечко та зависть и та ненависть, которая между братьями была, хотя и усилиями Иосифа, и братьев, они во многом, во многом ее искоренили, но не до конца. И мудрецы говорят, «Мюаха действительно мудр, хороэ танулат, тот, кто видит зарождающееся». Имеется в виду не то, что он видит будущее, можно сказать, о, тот, кто видит будущее, не сказано, знающий, вот есть, как сказать, экстрасенсы, я вижу будущее. Мудрецы говорят, нет, мудрость это видеть зарождающееся, это видеть тенденции, явления, которые на ладони сегодня, и которые многие люди не видят, не понимают, не умеют их интерпретировать правильно. Но мудрый человек смотрит в сегодняшний день, и сквозь призму этого сегодняшнего дня он видит будущее. И вот когда Иосиф и Беньямин, которые объединились в радости, им открылся пророческий дар видеть духовные явления и суть взаимоотношений между братьями, сквозь призму взаимоотношений между братьями, они, к сожалению, увидели, что еще будущие потрясения, зависти, ненависти, и из-за этого разрушений неизбежны. Потому перед ними открылась история будущих разрушений храмов. Это не просто так в Киеве Бузина, а в Огороде Дядька, или в Киеве Дядька, там в Огороде, там что-то, да? Да, это потому что они, казалось бы, преодолели зависть и ненависть, а не до конца. И тут все-таки встреча и радость, и вот потому перед ними раскрывается еврейская история. И теперь буквально, Инна, в том плане, в котором вы как раз сейчас сказали. Но ведь если в этот самый момент перед ними раскрылось будущее и будущие страдания и за ненависти, и зависти, то что этот плач нам показал? Чему этот плач нас научил? И мудрецы говорят нам, то, что Юсеф плакал не о себе, не даже о своих потомках, получается, и не о храме, который стоял на его территории. Потому что очень многие люди в жизни своей, они territorial, да? Это моя организация, это моя сфера, так сказать, влияния, вы, пожалуйста, сюда не заходите, я этим занимаюсь, это я. А вот это вы, и так далее. Нет. Он сумел расширить свое я, Юсеф. И Юсеф почувствовал боль Беньямина и его потомков и плакал о них. А Беньямин, в свою очередь, почувствовал боль Юсефа о его потомках и плакал вместе с ним, плакал о них. И когда евреи умеют чувствовать боль друг друга и плакать, но как взрослые люди, потому что дети умеют плакать каждый о себе. Если человек плачет только о себе или страдает, или ощущает боль свою, это ребенок. Как вы помните, сказано о Моисее, что он был ребенком, а потом и вырос Моисей и увидел страдания братьев своих. Потом мудрецы говорят, вырос ребенок, ребенок может вырасти физически. Вырос Моисей, это рост духовный, о чем он измеряется, и увидел страдания братьев своих. Поэтому с этого начинается рассказ об освобождении и о будущем строительстве. То есть с чего начался момент освобождения? С того, что Моисей ощутил боль своих братьев. Потому урок этот заложили Йосеф и Беньямин, когда плакали друг о друге, о своих потомках, о потомках друг друга и о храмах друг друга. То есть если мы умеем чувствовать боль друг друга, сострадать друг к другу, то мы начинаем выполнять очень важную заповедь. И это и есть заповедь возлюбив ближнего, как самого себя. Потому что если ты чувствуешь свою боль, и ты знаешь, как тебе было неприятно, то это лишь только для того, чтобы научиться ощущать боль другого. Поэтому все эти боли, все эти страдания, которые мы по жизни переживаем, это потому что только теперь мы начинаем понимать других людей. когда ощутил сам, ты понимаешь, как он чувствовал. А не ощутив сам, ты не понимаешь, как другие чувствуют. Поэтому те опыты боли, которые мы в своей жизни переживаем, это для того, чтобы научиться не страдать, то, что это каждый может страдать, а научиться сострадать. Для этого нужно понимать страдания другого человека. Например, так как иногда собираются вместе в группу люди, скажем, потерявшие детей в Израиле, это родители воинов народа Израиля, скажем, и они оказывают друг другу поддержку. То, как они могут понять друг друга, разделить боль друг друга, не может никто. Поэтому, как они могут исцелить друг друга, не может никто. Есть люди, которые страдают от всяких addictions, всяких форм зависимости, и говорят, что то, как они могут понять друг друга, и то, как они могут оказать поддержку друг другу, тоже не может никто. Это может быть одна из причин успеха A. Есть также группа Elanon, это группа людей, члены семей, которых, например, страдают от алкоголизма или наркомании, и они собираются в группы, и то, как они оказывают поддержку, буквально, исцеление друг другу, это тоже невероятно. Поэтому в данный момент, просто я привожу пример, как это в жизни реализуется, но в этот момент мы видим, когда мы с вами сейчас говорим о умении, так сказать, сострадать, которую проявил Йосеф и Бениамин, это пример того, как сначала, начиная сострадать, то есть начинает сострадать и ощущать боль другого человека как свою собственную, они потом в состоянии могут также радоваться радостям друг друга как своим собственным. То есть для того, чтобы выполнить запад возлюбив ближнего, как самого себя, надо, когда у другого успех, радость, достижение не завидовать в сердце своем, а действительно радоваться его радости как своей собственной. И это есть единство. Но единство это начинается в тот момент, когда мы сначала научились сострадать, чувствовать боль. И там, где мы научились чувствовать боль, то мы также можем научиться и радоваться радостям беззависти, преодолевая ту самую зависть, которая привела к ненависти, которая привела к разрушению и которая в свое время привела к первому братоубийственному конфликту между Каином и Авелем. Это была та самая зависть. Поэтому как же можно ее преодолеть? И поэтому получается, что день 9-го ава, который с одной стороны является для нас днем катастрофы национальной разрушения храма, это день боли, и за этим днем боли вдруг следует день любви и радости. И кто-то может удивить, сказать, как-то так, вот прямо с 9-го ава на 15-е ава, 9-е ава самый день такого переживания, а 15-е ава день такой самый радостный, видите, как сказано в Талмуде, не было более радостного дня, чем Йом-Кипур и 15-е ава. А мы начинаем с вами понимать. И может быть в этом смысле мы помним с вами, помните, как говорится, что не бойся врагов, потому что в крайнем случае они могут тебя убить, не бойся друзей, в крайнем случае они могут тебя предать, не бойся безразличных, или как сказать, это с их молчаливого согласия вершаются преступления. В какой-то момент, может быть, мы атрофируемся, слишком много страданий и боли в жизни, и сердца черствеют, и люди черствеют. Это и есть разрушение храма. На самом деле разрушение храма – это разрушение наших чувств, которые притупляются. И вот вдруг, в какой-то момент, человек начинает чувствовать. И это великая радость. Я должен вспомнить, я должен вспомнить, кстати, что выступала, ну вот я хотел вспомнить одну вещь, вспомню две вещи, выступала одна замечательная какая-то психолог, и она говорила, потому что проблема того, что люди живут с ощущением, она назвала это слово shame, с внутренним ощущением стыда, они стыдятся самих себя. Этот ее YouTube, я помню, о нем вам рассказывал, забыл ее фамилию, это американский психолог, и она посвятила свою жизнь исследованию этой проблемы, и там смысл сводится к тому, что вот она пришла в результате своей научной деятельности к идее о том, что является причиной, например, зачастую всех addictions. Это то, что если человек живет с постоянно внутренним ощущением какого-то стыда, недовольства собой, неприятия себя, то ему приходится притупить эту боль. Проблема только в том, что притупить можно лишь не эту только боль, а притупить можно все чувства. Тунамдам. И вот так вот люди живут, так сказать, in a state of numbness, то есть люди живут, видите, русское слово забыл, то есть они живут в состоянии, когда чувства притуплены. Мало того, что они своего стыда не ощущают, мало того, что они своей боли перестают чувствовать, они боль других людей перестают чувствовать, и сострадать не умеют, и радоваться не умеют, не только другим радостям, но и своим собственным. И потому нужно развлечение другие, потому что радость из жизни исчезает. И потому парадокс заключается в том, что для того, чтобы научиться радоваться, нужно сначала научиться страдать, то есть ощутить боль. Странная вещь. Без одного не может быть другого. И я в этом смысле хочу вспомнить, что я слушал, по-моему, это раббай Y.Y. Джейкобсон рассказывал, что когда-то группа Holocaust Survivors разговаривала с любопеджеским раббе. И вдруг он дал благословение одному из них. Он спросил его, кстати, по-моему, там был диалог, он спросил его, скажи, почему ты не плачешь? А он ему сказал, ты знаешь, то, что я видел, и то, что я видел тогда подростком, если бы я плакал там, если бы я мог плакать, то я бы плакал там без перерыва. Я разучился плакать там, я больше не умею плакать. Я не могу плакать, я не знаю, как плакать. И тогда Рэбе сказал ему, я хочу дать тебе и всем, кто сегодня с нами, проху, чтобы вы вновь научились плакать, и потому вновь научились радоваться и смеяться. Потому что, не умея плакать, мы не можем радоваться. Парадокс. Мое пожелание, друзья, чтобы этого 15-го ава мы осознали, что точно так же, как от ненависти к любви, видите, 15-го ава, день любви сегодня, а 9-го ава, это был, к сожалению, день разрушения храма из-за беспричины ненависти среди евреев. И нам эту ненависть нужно перевернуть в любовь. В каком-то смысле врагом главным любви является даже не столько ненависть, которую все-таки можно перевернуть, а безразличие. Но, тем не менее, ненависть 9-го ава мы хотим перевернуть в любовь. И боль и страдания 9-го ава и всех цурес, всех проблем, которые мы пережили в нашей жизни и в жизни нашего народа, чтобы сегодня еще у нас день этого замечательного, самого радостного, как говорит Талмуд, день еврейского календаря вместе с Ём-Кипуром это сегодняшний день единения и любви еврейского народа. Поэтому, дай Бог, чтобы мы научились любить, научились уважать друг друга, научились понимать друг друга такими, какие мы есть, умели переживать за друг друга или сострадать друг другу, и самое главное, чтобы мы умели радоваться радостям друг друга. И как американцы говорят, we should share joyful occasions. мы чтобы, друзья, больше, какое правильное слово, share, чтобы мы больше вместе праздновали наших общих радостей, чтобы все радости каждого отдельного, так сказать, человека, который с нами сегодня, чтобы это были наши общие радости. Когда у кого-то бар митсва, когда у кого-то бат митсва из детей наших, да, у кого-то свадьба, у кого-то бриз, у кого-то внуки, у кого-то еще что-то, это не только ваши радости, это наши общие радости. Всех обнимаю, передаю Рыбури вам микрофон.